Всем привет! Всем доброго времени суток! С вами Виктория и сегодня в видео я хочу вместе с вами протестировать некоторые из новинок декоративной косметики 5 каталога 2022 года компании Фаберлик. Всем кому интересно такое видео, я конечно же вас приглашаю к просмотру. И сразу в начале своего ролика для тех, кто впервые на моем канале, отмечу, что я не профессиональный визажист, я обычный покупатель, который пользуется косметикой компании Фаберлик и просто сегодня хочу протестировать новинки, показать вам их в действии, а также ставить для вас свои отзывы, поделиться впечатлениями. Итак, приступим. Я уже нанесла на лицо свой дневной уходовый крем. В данный момент это у меня серия Гардерика, которую я доиспользую активно. И я на губы нанесла одну из первых новинок. Это новинка 5 каталога. У нас появляется вот такой бальзам в серии It's Cleo. И это у меня бальзам, ваниль и макадамия. То есть он обогащен маслом макадамии. Когда вы наносите на губы, немножко даже чувствуется такой ванильно, как бы вот маслянистый привкус есть у этого бальзама. Что хочу отметить по поводу бальзамчика. Девчонки, он не увлажняющий, то есть он именно питательный. И он наносится плотненько, имеет такой слегка розоватый оттенок. Давайте вам еще раз его покажу, как он выглядит поближе. И в составе этого бальзама есть мелкие, мелкие, я бы сказала микронизированные частички сияющие, которые придают такой ухоженный вид губкам. Если у вас кожа губ достаточно сухая, то и вам нужно увлажнение, то от этого бальзама именно увлажнения вы не добьетесь. Но только вот питание. Но вообще масло макадамия, оно и у него свойства такие подпитывать губы. Поэтому, конечно, в зависимости от кожи губ, если нужно увлажнение, то тогда нужно брать увлажняющий. Если нужно вам именно питание, то вот такой бальзамчик. Конечно, здесь нет дозатора. Вот один, наверное, минус, то что нужно наносить его пальчиком на губы. Либо вот так выдавливать и сразу разносить по губам, либо кисточкой. То есть вот скошенного носика здесь нет. Но, в принципе, сам бальзам неплох. Но для меня вот в нем минус. У меня тоже кожа губ сухая. Мне бы хотелось, чтобы еще немножко было увлажнение. То есть когда питает, но еще и блеск. Здесь вот такой блеск получается очень-очень деликатный, натуральный, естественный. Ну и теперь давайте с вами нанесем первые из новинок на лицо. Нет, сначала я замажу, наконец-то, свои синячки под глазами. Не буду вас пугать. И я буду это выполнять с помощью консилера. Это серия Glow & Touch. И это у меня корректор вот такой. Так, ну, наверное, не знаю, найду я вам артикул или нет. По-моему, да, это еще вот у нас был первый вариант. Это у меня ванильно-розовый. Вот самый такой, один из светленьких. Он имеет тоже в своем составе глину. Имеет также здесь микронизированные светоотражающие частички. За счет этого он преломляет свет. И неплохо вот выравнивает тон кожу под глазками. Можно этот корректор вот использовать на треугольничек красоты. Давайте мы остатки вот сюда, я вот здесь воспользоваться. Можно вот сюда. Ну, в общем, вот на крылья носа. Вот таким способом его использовать. Ну, и остатки я еще разношу этого бальзама на верхнее веко. То есть, такими легкими, вбивающими, похлопывающими движениями я его разношу. Ну, и уже, видите, немножко получше. Уже тон кожи у меня сравнялся. Хотя вот у меня вот здесь веки свои вот тоже немножко такой, вы знаете, как оттенок кожи. Сам, наверное, розовинка с желтинкой. Поэтому я здесь вот тоже не забываю. Обязательно прям остатками чуть-чуть выравниваю тон, чтобы его везде сравнять. То есть, вот таким образом это все будет смотреться. Вот здесь я остатки на крылья носа добавлю. И еще, вы знаете, я сейчас хочу добавить сразу, пока я не забыла, еще один из корректоров. Прям вот чуть-чуть такими легкими движениями, чтобы добиться более плотного перекрытия. И можно также как базу под тень использовать. Это у нас корректор First Class. И это у меня артикул 6499. Тоже вот какой-то светленький оттенок. Буду называть вам артикулы. Я его добавляю вот сюда прям небольшую капельку. Затем беру пальчиком. И давайте, наверное, я возьму зеркало. Не подумала, что мне зеркальце понадобится. Буду подсматривать туда и туда. Давно не снимала для вас такие видео. И вы знаете, вот не знаю, так вам на камеру видно или нет. Но вот первый корректор, он прям немножко как такое чуть-чуть перламутровое сияние. Вот это светоотражающее добавляет. И вот этот я прям чуть-чуть добавляю. Я его на неподготовленную кожу под глазами никогда не наношу. Потому что он стойкий, он плотный. И когда вот такие суховатые текстуры, за счет этого могут появляться раньше морщинки. Поэтому либо на наш корректор универсальный добавляем. Я вот раньше им пользовалась. Сейчас вам, наверное, даже его покажу. У меня он здесь стоит. Так, это у нас из серии Beauty Lab. Вот такой можно смешивать. Либо вот с вот этим корректором они тоже прекрасно работают. Можно его наносить точечно на какие-то там покраснения. Он тоже прекрасно это все перекрывает. Его прям нужно капельку. Ну и сюда сейчас вот тоже навека нанесу. Чуть-чуть разровняю. Он посуше, чем предыдущий. Предыдущий, так как там есть глина в составе, он более жирненький. Beauty Lab у нас более увлажняющий корректор. И он хорошо вот здесь выравнивает тон кожи. И на него очень хорошо, как на базу, ложатся тени. То есть вот для этих целей он отлично подходит. Можно вот здесь уголок глаза скорректировать. Ну, в общем, я думаю, в принципе, достаточно. Вот я скорректировала. И вот что у меня получилось. Уже лучше, да? Вот чем у нас был просто вот один корректор. Но вот я зачастую их частенько между собой смешиваю. Теперь следующее, что я буду использовать сегодня из новиночек, девчонки, это новый тональный крем BB Tint. Вот так он у нас выглядит. Здесь его, по-моему, 30 мл. Это у меня артикул 6551. И я взяла оттенок холодной айвори. Айвори – это слоновая кость. У нас есть в новинках холодный айвори и тёплый. Тёплый, я думаю, но я его ещё не видела. Но почему-то так вот по интуиции я предполагаю, что он будет с розоватым подтоном. И, наверное, нужно было мне его брать, чтобы выровнять хорошо тон кожи. А вот этот холодный айвори, он немножко с таким сероватым подтоном. Он подходит для холодного подтона кожи. Тёплый, ну вот, наверное, для тёплого больше. Но, вы знаете, у меня тоже немножко сероватый такой, ну, может даже как вот бледный, да, вот цвет лица. Поэтому я стараюсь добавить, наоборот, розовинки в тональный, чтобы лицо выглядело более таким здоровым, сияющим. Я взяла холодный айвори. Он, в принципе, ничего смотрится, но он, девчонки, немного с сероватым подтоном. Вот так он выглядит, данный крем. И давайте мы сегодня его с вами смешаем с новиночкой. Вот когда я смешиваю с нашей новиночкой, тогда получается вот, ну, меньше серости в оттенке. Как бы вам так показать, чтобы вот всё сразу. И я сейчас буду использовать вот ещё одну новинку. Это у нас сыворотка. У меня это оттенок жемчужно-розовый. Всё это серия Ицклея. И сыворотки, конечно, хватит мне на очень долго. Она, вы знаете, при распределении, вот так вам ещё покажу, она имеет, правда, такой немножко как бы розоватый подтон. И советую наносить данную сыворотку, либо вот можно поверх, либо, допустим, какие-то участки подтональные, либо смешивать. Но мне кажется, лучше всего смешивать. Я прям, давайте вам покажу, вот так. Я прям маленькую-маленькую капельку добавлю. Иначе у меня тип кожи комбинированной, и тогда будет всё. Это, наверное, то, это много. Иначе будет потом лицо сиять блинчиком. И так камера бликует, и кажется, что вот даже без тонального оно у меня сияет. Ну и давайте мы с вами возьмём спонж. Я прям сейчас смешаю хорошо спонж. Так, наверное, это даже будет мало, вот. Потому что спонж новый, и спонж в себя всё впитал. Ну давайте будет тогда тоньше слой. Что хочу сказать по новому тинту? Он ложится вуалью, он ложится тонко. Да, это мало. Но это всё у меня скушал тональный. Вот в чём, ой, тональный спонж. Вот в чём у нас ещё такой минус, когда вот мы спонжами наносим, да. Первый раз спонж, конечно, много съедает, в себя вбирает. И потом уже, когда вы наносите второй раз, уже, конечно, меньше. И сразу, то есть, спонж отдаёт кожу. Но зато ложится, видите, вот тоненько-тоненько прям он ложится. И немножко такой подсвечивающий эффект. Давайте я сейчас ещё чуть-чуть, прям капельку добавлю этой сыворотки. Так, вот так я здесь химичу. Сейчас я всё это на руке смешаю. Вообще, вы знаете, такие сыворотки, они пользуются давно популярностью. И можно вот под любой тональный крем. Есть ещё у нас оттенок шампань. Я почему-то подумала, что жемчужно-розовый будет для холодного цвета типа внешности. Шампань для тёплого. Но смотрела у девчонок я уже шампань. И, вы знаете, в нём меньше этой розовинки. То есть, в нём больше такой кремовости. Он тоже, в принципе, неплохо выглядит. Мне кажется, можно даже, наверное, иметь эти сыворотки обе. И, наверное, под настроение, что ли, пользоваться. Так, ну вот теперь уже лучше. И вот когда наношу я без смешивания, просто этого сероватого подтона больше. В принципе, вроде бы и тональный подошёл мне. Но если у вас, допустим, какие-то там высыпания, покраснения, то его можно наслаивать. То есть, можно добавлять. Он, в принципе, неплохо ложится на кожу. Он не забивается куда-то в поры. И в составе вот этого тинта есть гиалуроновая кислота. Также здесь есть Испэй-фильтр 15. Поэтому можно на весну, на не слишком такое активное летом солнышко использовать данный продукт. Подойдёт тоже хорошо. И он ложится тоненько. То есть, он, вот если есть какие-то у вас несовершенства, нужно будет добавлять либо вот корректор фёст-класс точечно, и также спонжиком корректировать, либо вот ещё какие у вас есть корректирующие средства. Так, ну вот нанесла. И вот смотрите, что получается. Вот видите, я сейчас постаралась не перестараться, скажем, не переборщить с сывороткой. И тогда вот такое получается деликатное сияние. Как бы такой немножко влажный финиш, освежающий. Ну, в принципе, вроде бы ничего, да, получилось. Так, ну теперь давайте у меня здесь остатки на руке ещё есть. Я разнесу на зону лба. Я всегда, девчонки, потому что я ношу чёлку, я стараюсь на лоб, ну, как-то я особенно под шапкой много не наношу. То есть, всегда у меня здесь идут остатки с губки. Вот кистью я не пользуюсь, пользуюсь редко. Но вот даже здесь вам видно, да, что вот такое небольшое сияние здесь присутствует. Так, ладно, а то мне неудобно, сижу перед вами лохматая. Возьму расчесочку от Фаберлик. Немножко себя сейчас подправлю свой внешний вид. В общем, вот так это всё смотрится. Ну и теперь давайте мы с вами используем ещё одну новиночку из этой же серии. Это у нас с вами будет новая пудра, которую я заказала. Пудра, кстати, здесь тоже натуральные компоненты. Вот так она выглядит в нескольких оттенках, будет в каталоге. Мне кажется, их там будет очень много представлено. И я заказала оттенок 6596, это у меня ванильно-бежевый. Но вы знаете, мне кажется, он вот, ну, можно, может даже было посветлее чуть-чуть попробовать. Вот, наверное, больше на лето мне будет хорошо. И, хотя он и не тёмный. Немножко есть, мне кажется, в этой пудре такой, как бы, шелковистый финиш. Вот это даже видно на самой пудре. Но она, вы знаете, прям плотно прессованная. Она прям мелкодисперсная и ложится тонкой, прям тонкой вуалью на лицо. И вот, например, у меня кожа комбинированная. В тезоне, конечно, у меня быстро она, как бы, кожа её съедает, впитывает. И тезону мне обязательно нужно припудривать прозрачной ещё пудрой. Давайте покажу вам, как она. Она без запаха, то есть отдушки у неё нет никакой. У меня, кстати, чистая кисть. И я сейчас вам покажу ванильно-бежевый оттенок, какой он на кисти, чтобы вам было понятнее определиться с оттеночком. Немножко она, конечно, пылит. Вот здесь, ну, вот эти кружечки-пылинки остаются. Но на кожу ложится прям вот тоненько-тоненько. Мне кажется, летом можно её, наверное, пробовать. Она, в принципе, вы знаете, как неплохо выравнивает тон. Давайте вот так посмотрим. Я прям сейчас разнесу её по коже. И немного она как бы вот приглушает, да, вот это сияние, которое я сделала при помощи сыгранки. Так, сейчас я остатки этой кружки заберу. И вот так вот припудрю. Ну, для меня, например, похоже на нашу лёгкую пудру, которая у нас выпускалась в бордовой упаковке. Вы, я думаю, помните предыдущей серии. Но лёгкая пудра, она, мне кажется, была даже ещё тоньше, как-то более такая. А это она более такая, как бы чуть-чуть поукрывистей. И у неё тоже вот всё-таки я смотрю-смотрю, вот когда делала сводчик на пальчики, растёрла. Немножко вот такой, вроде бы не заявлено. Но, мне кажется, перелив от неё есть. Но эта пудра тоже увлажняющая. Да, вот она, именно у неё такой увлажняющий эффект, и он тоже чувствуется. Так, сейчас покажу вам, что остаётся у меня на кисти. После смешивания всех этих продуктов. Давайте немного всё-таки припудрю эту зону, чтобы вы увидели, посмотрели. Так, вроде бы, на лето неплохо. То есть, она не перегружает кожу. И я думаю, что летом, наверное, вот я буду пользоваться прям, ну, больше. Вот, наверное, она мне будет доставлять удовольствие, потому что я привыкла к нашей пудре Wet'n'Dry, к нашей пудре Blur. Так, сейчас я ещё раз здесь поправлю свой внешний вид. Ну, я, девчонки, никогда, редко, когда делаю там, что-то вырезаю из видео, то есть, как есть, так вам и показываю. Ну, я насчёт этого ленюсь. В общем, сняла и загрузила. Ну, вот так это всё на мне сейчас смотрится. Ну, теперь, чтобы вот у меня мой внешний вид подольше продержался, я сейчас хочу нанести ещё одну из своих любимых пудр. Это пудра прозрачная, в артикуле 6441. Это у меня уже вторая, беленькая. Очень её люблю. И она в Т-зоне прекрасно работает, прекрасно матирует. Вот она, видите, такая белёсая. И можно прям вот такими, как бы, впечатывающими движениями. Но я обычно это делаю спонжиком. Можно вот так немножко, как бы, впечатать. Она, как вы знаете, как белый тальк. И вот если у вас кожа тоже в Т-зоне склонна к жидности, то она лучше справляется. Она прям очень хорошо вот эту зону делает такой матовой. И вот, видите, блеск этот убирается, уходит. То есть, люблю эту пудру. Это у меня уже вторая. И вот, не знаю, надеюсь, нам вернут акцию лайк. Примером вот так немножко беру. Добавляю. Бывает пуховочкой, такими промакивающими движениями. Я обязательно хочу ещё её взять. Потому что пудра, ну, для меня оказалась прям вот она очень-очень полезна. Именно на мою Т-зону. Ну, а теперь давайте я сейчас сделаю следующее. Я нанесу на своё лицо румяна. Румяна у меня тоже новинка, только четвёртого каталога. И это будут румяна из серии Жордин. Вот так они смотрятся. Они идут с желтоватым переливом. Для меня это небольшой минус. Ну, это, наверное, всё-таки, знаете, такой больше эффект загара. Желтинка вот эта. Ну, я бы хотела, чтобы здесь была всё-таки не желтинка, а розовинка вот такая интересная. Думаю, вы меня поняли. Сейчас я сначала немножко хочу вот зону сколы скорректировать. Для этого я возьму из нашей тройной палетки вот этот оттенок. Вы знаете, очень деликатный. Я пользовалась одновременно румянами в шариках месяц. Они у меня как-то не засаливались. Но потом немножко всё-таки пришлось мне пальчиком раздавливать некоторые шарики, потому что стали чуть-чуть всё-таки засаливаться. А вот у меня таких палетки было две. Ещё были холодные такие сливовые румяна. Вот я их хочу повторить, потому что они у меня закончились. И вот осталась у меня вот эта палеточка. Здесь румяна тоже для, ну, такой более универсальный, более тёплый оттенок имеет. Ну, и вот так я сейчас это всё нанесу. Так, вот сюда нанесу, немного скорректирую. Вот здесь чуть-чуть хочу. То есть, вот именно вот этот оттенок, он даёт, ну, мне кажется, вот он самый такой оптимальный. На каждый день, не перегружая, он даёт именно вот натуральную полутень. Ну, и за счёт этого, в принципе, неплохо смотрится. Ну, и теперь давайте мы сейчас с вами нанесём следующий продукт. Вот это будут румяна, Жордин. Покажу вам, как они смотрятся на моём лице. Но прям нужно мне немножко, потому что я всё-таки наносила сыворотку-хайлайтер. И вот сюда прям я капельку добавляю. Вот видите, немножко есть вот эта желтинка. Чуть-чуть. Ну, мне кажется, это вот на загорелую кожу летом. В принципе, сам оттенок, он красивый такой. Покажу вам его поближе. Он хорошо освежает кожу. Вот он так смотрится на кисточке. Вот. Ну, я прям одной кисточкой. Я думаю, многие тоже так, наверное, делают. Так, вот сюда чуть-чуть наношу. Немножко вот сюда, на кончик носа. Ну, и у кого лоб открытый, вот сюда. Это, девчонки, такой приём. Я его в программе «Доброе утро» на лет 6 назад подсмотрела. То есть, когда вы наносите румяна вот сюда, вот сюда, да, немножко капельку сюда, на кончик носа, вот сюда, на центр лба, то это в целом делает здоровый, отдохнувший вид вашему лицу. Попробуйте, вам понравится точно. Итак, сейчас я ещё нанесу тени. Но сейчас один момент, к вам вернусь. Итак, девчонки, тестируем дальше наши новинки. Выполняем макияж. И я сегодня взяла для вас две вот такие самонаборные палетки. В одной у меня матовые оттенки тенеют. Видите, у меня в тёмно-коричневом дырочке. И уже у меня третий, наверное, вот тёмно-розовый, тоже у меня в нём дырочка. Я его наношу, как основы наношу вот этим спонжем. Давайте сейчас вот здесь, видите, всё равно вот в складках немножко всегда корректор скатывается. Поэтому перед тем, как любой, кстати, какой вы не возьмёте, он, ну, имеет такую особенность. Ну, и теперь я наношу вот тёмно-розовенький оттенок беру. И сейчас я наношу его на всё веко, вот сюда. Так. Вот таким образом. Ну, то есть немножко я как бы его добавляю на, как подложку, на всё подвижное веко. И немного захожу вот сюда вверх. Ну, у меня потому что веко такое немножко есть нависание. Теперь следующее, что я хочу сделать, я возьму сейчас на второй глаз и сделаю то же самое. Так. Ну, вот так это всё смотрится. И немножко я возьму, добавлю вот этот же розовый, вот сюда сразу по нижнему. Давайте мы его добавим, чтобы потом мы к нему не возвращались. У меня есть вот такая маленькая тоненькая кисть. Немножко я добавляю. И вот сюда вот по нижнему веку тоже добавляю этот же розовый оттеночек. Вот так. Так. Давайте мы с вами, наверное, тени прямо сейчас быстренько нанесу. В принципе, у меня всегда всё однотипно, всё одинаково получается насчёт теней. Так. Ну, теперь следующее, что я хочу сделать. Я возьму новинку в компании Фаберлик. Это новые вот такие монотени сатиновые. Я, кстати, заказала все, но вот сюда у меня поместилось 4. Я возьму самый светлый оттенок из них. Он такой немножко белисоватый. Прям чуть-чуть его, потому что, девчонки, вот эти тени, ещё, видите, ещё бы капелька и был бы перламутр. То есть, такой яркий сатин. Немножко добавляю вот сюда. Теперь я беру кисть, у меня такая вот есть, под бровь. Тоже этот же самый светлый сатиновый оттеночек. И добавляю вот сюда его под бровь чуть-чуть. Видите, он тоже ярковат. Поэтому я прям его капельку наношу. И можно его сверху даже, вот, наверное, приглушать матовым. Если вам ярко, как и мне получается. Так-то тени неплохие. Но если наносить их отдельно, для меня ярко. Я именно их наношу акцентами. Расставляю акценты и добавляю на матовые оттенки. Теперь следующий оттенок, который я хочу взять. Я возьму немножко такую тоже вот у меня скошенную кисть. Кстати, их помыла, ещё немножко не распушила. И возьму снова тёмно-коричневый оттенок матовый. Вот там, где у меня в нём дырочка, я вам показывала. Вот сюда немножко я затемняю внешний уголок. То есть добавляю чуть-чуть вот сюда, поверх подвижного века, вот в эту складочку. Чуть-чуть добавляю коричневый. Этот же коричневый я снова добавляю вот сюда. Чуть-чуть немножко. И вы знаете, мне вот из новых теней, я брала просто ради интереса, посмотреть, как будет смотреться оттенок графитовый. У нас там такой графит, он немножко с сияющими частичками. Сейчас я вам его покажу. Вот он. Частички не сверху, то есть они именно в тенях. Хорошо тушуются и получается такой немножко действительно графитовый, не совсем чёрный оттенок. И вот он именно с вот этими тёмно-розовыми тенями, он прекрасно сочетается. Мне нравится то, что получается вот такая холодная дымка небольшая. То есть я просто добавляю вот сюда в уголочек, ещё как бы усиливаю, да? Ну, то есть пытаюсь создать. Так, вот так. Немножко я это всё сейчас растушую. И по нижнему я здесь вот этот свой тёмно-розовый оттенок тоже смешаю с графитовым. То есть это у нас оттенок сатиновый, новые монотени. Вот сюда чуть-чуть я смешиваю, прям капельку, чтобы много не было, иначе будут резкие переходы. Но, вы знаете, чтобы не было резко, допустим, если вы много нанесли, то есть снова можно добавить розовый поверх тёмного. И тогда они прям хорошо стушуются и будут неплохо смотреться. Так, вот так. Выходит солнышко. Так, снова я добавляю вот сюда свой розоватый оттеночек вот таким образом. Так, смотрю на вас и в камеру, и в зеркальце вернее. Так, ну вот. В принципе, нормально получилось. Сейчас я ещё подтушую. И я хочу теперь взять растушёвочную кисть. И у меня ещё есть вот в этой палетке такой светло-розовенький. Вот я набираю его и немножко это вот всё здесь ещё растушую. То есть этим я убираю вот эти переходы, все резкие линии, которые я тут надела, как пастушёвого заодно, и чёрный, вот этот серый оттенок, и тёмно-коричневый. Так, вот так это всё смотреться будет. Ну вот здесь по низу тоже можно немножко растушевать всё это. Ну вот теперь, вот видите, уже вот эти все резкие грани я убрала, и тогда, в принципе, смотрится всё это нормально. Ну и теперь давайте мы с вами возьмём снова сатиновые тени. Здесь у нас есть такой дымчатый оттенок, и я хочу его нанести прям пальчиком, немножко, едва касаясь, вот так, потому что они такие прям яркие сатиновые, вот сюда на центр, для того, чтобы не было так скучно, и появился небольшой такой красивый благородный шелковистый перелив. Прям чуть-чуть я их добавляю, и тогда мне нравится, вот как работают эти тени. Вот тогда получается самое то, вот самое то сатин, который мне нужен. Если наносить вот их отдельно, сразу на веко, без матовой подложки, ну тогда для меня, в моём случае, получается слишком ярко. Так, вот я добавила. Ну вот так, вот, вот что получилось. Теперь мы с вами протестируем сейчас ещё одну новинку. То это будет у нас помадка для бровей, которая мне очень понравилась. Тоже новинка пятого каталога. У меня это самый тёмный оттенок, тёмно-коричневый, 58-89. Наносить нужно жёсткой кисточкой. У нас во втором запуске вот такая кисть есть. Кстати, компания советует её пользоваться именно этой кистью. Вот эта штучка постоянно вот прилипает. Я не выбрасываю, она мне вот здесь так и есть. Давайте покажу вам помадку. Вот так смотрится тёмно-коричневый тон. Я прям смело наношу. Баночка здесь такая маленькая, миниатюрная. И, вы знаете, я осталась очень довольна помадкой, потому что она даёт прям вот натуральный такой вид. То есть, где у вас есть пустоты в ваших бровях, давайте, наверное, поближе вам попробую показать. То есть, именно вот натурально получается. И вот так прям я смело беру. Я прям, наверное, много набрала помадки. Но сейчас мы стушуем. Она прекрасно тушуется. Она, давайте, вот, чтобы вам было видно. Она хорошо держится. Прекрасно очерчивает бровь. Прекрасно заполняет пустоту. Вот видите, вот эта бровь у меня, вот, разница, да. Она получается ярче, но оттенок получается такой невульгарный. Как раз вот для брюнеток хороший-хороший такой оттеночек. Вы знаете, я смотрела у девчонок самый светлый оттенок. Он, в принципе, тоже с сероватым подтоном. И, в принципе, тоже неплохо смотрится. Поэтому помадка прям интересная, хорошая. Так, ну и вот так я сейчас заполняю вот эти свои пустоты. В бровях. Я спешу, просто не буду там сильно на это внимание застрять, потому что, ну, всегда мы брови, девочки, да, заполняем прям, стараемся тщательно, прорисовываем. Так, ну и вот так я сейчас аккуратненько. Вот здесь я много добавила. Но можно, вы знаете, есть, вот, у меня кисть вот такая. По-моему, да, тоже наша от Фаберлик. И можно прям немножечко эта щеточка, если много добавили, я всегда так делаю, прям убрать. И, вы знаете, никаких комочков нет. Все ложится очень прям естественно, натурально. Можно даже заодно вот расчесать немножко, и уже все. То есть все, что лишнее, я его, можно сказать, уже все вычесала. Так, вот так это все смотрится на мне. Вот здесь можно немножко добавить, да. Просто, чтобы сильно тоже ваше время не затягивать, я... На камеру всегда спешишь. Понятно, что когда так, то аккуратнее все это делаешь. Так, ну и вот так смотрится помадка. То есть получается довольно натурально, естественно, не перегруженно. В течение всего дня она хорошо держится. И, ну, мне понравилось, прям могу вам ее тоже советовать. Хороший продукт получился, хорошая, удачная новинка. У меня еще есть, чтобы бровки не лохматились, вот такой гель для бровей от Фаберлик. Тоже его очень люблю. Ну, теперь просто вот я этим гелем для бровей прям вот слегка пройдусь. И они тогда, вот целый день я спокойна, они прекрасно держатся, не лохматятся, то есть держат свою форму. Ну, и вот таким образом это все смотрится. Вот здесь немножко я, видите, прям много нанесла. Нужно было поменьше наносить. Так, вот так получается. Смотрю на бальзам. Немножко-немножко вот здесь начинает он как бы, мне кажется, вот тоже, если много разговариваешь, может в полосочку собираться. Ну, а так он, в принципе, неплохо держится. И тушь у меня сегодня в завершении макияжа глаз будет пуш-ап. Вы знаете, я очень долго использовала тушь. Так, что-то мне здесь насыпалось или кистью себя мазнуло. Фёст-класс долго использовала. Но потом как-то я прям подсела вот, наверное, последнюю неделю на пуш-ап. Она у меня стояла. Это второй перезапуск. Тушь та же самая. И вы знаете, она делает такие прям очень-очень объемные, прям вот прекрасные реснички. Тоже прекрасно прокрашивает быстренько их. Для естественного можно один слой, но я всегда слоя 3 наношу, потому что я больше люблю такой, так, смотрю на вас, смотрю сюда, в общем, я тут. И, в общем, люблю такой больше кукольный эффект, поэтому, ну, всегда слоя 3 наношу на ресницы. Так, вот в один слой. Сейчас покажу вам, что получилось. Так, вот так это всё на мне смотрится. Видите, в один слой уже прям хорошо их заметно. Дальше, если я буду добавлять второй слой, они будут всё-таки вот пушистее, пушистее. Вот она даёт и пушистость, и хороший объем ресницам. Поэтому прям вот мне тушь эта очень-очень нравится. Вот у нас вышла, девчонки, кстати, новая тушь вышла. Вы знаете, я про неё совсем забыла. У нас же вот в серии этой Ицклея появилась зелёная. Но я её два раза попробовала. Она к вечеру подсыпается с ресниц. У неё натуральный такой вот получается объём. Она больше как гипоаллергенная. И больше подойдёт для тех, кто вот ищет гипоаллергенную тушь, кто вот аллергик, кто обычно не может пользоваться. Наверное, может, у кого линзы. Но мне она не подошла. То есть я больше люблю пушапи фест-класс, поэтому я даже и забыла, что у нас есть. В общем, не мой продукт. Вот тушь покупать я больше не буду. Потому что, ну, хоть она и смывается просто водичкой, но не моё. И поэтому я, конечно, её больше не куплю. А вот фест-класс, пушап, потом вот глэмшик, который в бордовой упаковке. Это вот у меня любимицы. Ну вот, извиняюсь, забыла. Может, как-нибудь вам тоже в отдельном видео покажу, как наносится именно эта зелёная новинка. Потому что, наверное, девчонкам другим интересно. Я сейчас немножко отключусь. Добавлю сюда ещё третий слой. Накрашу второй глаз. И потом мы с вами ещё протестируем новую помадку. Посмотрим. Вот тоже в серии Эцклео покажу вам тот оттенок, который потемнее, как он наносится. Сейчас вернусь к вам. Итак, девчоночки, дорисовала я свои реснички. Я люблю побольше, погуще. Здесь у меня три слоя. И мне очень нравится пушап. Она даёт и длину хорошую, и объём прекрасный, и цвет насыщенный чёрный. В общем, люблю эту тушь. В течение всего дня держится прекрасно. Я советую вам. Ну, а теперь давайте смотреть с вами новую помадку. Вот такая помадка. Увлажняющая появляется у нас. И я взяла два оттенка. Первый – это в артикуле 41105. И это оттенок «Пудровый нюд». То есть он такой прям действительно нюдовый, очень светленький. И вы знаете, но на мне прям этот оттенок, его почти не видно. Он даёт эффект, как свои губы, только чуть-чуть лучше. Вот так смотрится этот оттенок. Так, давайте, чтобы я здесь не перепутала их. Да, вот второй потемнее. Второй розово-лиловый. Сейчас я нанесу на губы этот тон. И вы знаете, если вы хотите, чтобы контур был очерчен более ярко, так как помада, она как больше ухаживающая, вот как у нас была гелевая помада, как помада-бальзам, нужно несколько слоёвую наносить. И если вам нужен более яркий контур, то нужно использовать карандаш. Ну вот, покажу без карандаша. Немножко помолчу. Можно добавлять несколько слоёв. И она прям такая, знаете, ну вот точно вот свои губы, только чуть-чуть, вот они как бы поярче, порозалей, получше получается. У неё приятный аромат. Чувствуется, что здесь масла, здесь в составе много масел. Хорошо ухаживает за губами. Ну и вот так смотрится на мне этот оттенок. Так, это тон, ещё раз вам его сейчас назову, 4105 пудровый нюд. То есть, очень такой светлый, правда, вот нюдовый-нюдовый. Вот вы знаете, ну вот точно, свои губы только лучше получаются. Прекрасно увлажняет, прекрасно блестит, красивый оттеночек. И если добавить сюда немножечко карандашика, у нас есть, кстати, такой карандаш, самый такой, он светленький, розовато-лиловый, он сюда подойдёт великолепно. Вот такой оттенок. Я сейчас аккуратно с вашего познаваления салфеточкой сотру этот оттенок, то, что я нанесла, удалю его, но заодно посмотрим с вами свочи, да, этих оттенков. Вот я его удалила. И теперь я нанесу второй оттенок, это 4109, это розово-лиловый. Он похож на оттенок, у нас была помада оваться, лиловый твит. Но, конечно, качество здесь, здесь увлажняющее, совершенно другое. Видите, вот этот оттенок уже идёт чуть потемнее, и он смотрится поярче. То есть этот, в принципе, можно и без карандаша, но если нужен контур, то можно сюда карандаш добавить. Так. Этот будет вот чуть-чуть ярче. Так, она прям скользит, ну, вот точно как бальзам смотрится. Вот здесь, видите, уже чуть-чуть больше вот этой лиловости в нём, больше чуть-чуть сиреневинки, и он поярче. То есть здесь уже прям вот, ну, видно, что какая-то помадка. Там прям вот как бальзамчик с таким слегка розовато-розовато-лиловым намёком смотрится. Давайте даже вам сейчас их прям обе ещё раз покажу, рядышком для вашего сравнения. Конечно, у меня здесь сейчас вот кожа губ прямо ветреная. Вот это пудровый оттеночек. Так, чтобы я их не попутала. Они прям похожи, но пудровый нюд посветлее, а вот этот потемнее. Так, вот. Вот они рядышком. Два оттенка. Похожи, да, но вот этот поярче будет на губах, вот этот будет более приглушённый. Ну, обе они прям хороши. И вы знаете, я думаю, что вот на весну, на лето будет просто замечательно. Хорошие помадки, очень нежные. Они не сушат губки, они хорошо на губах носятся. Конечно, это не стойкая помада, но где-то часа три она выдерживает. В общем, вот такой получился у меня вариант. И вот эти оттенки, они хорошо гармонируют вот именно с основой моих вот этих розоватых теней. Немножко сюда добавила дымки с помощью графита. Немножко коричневым здесь углубила. Ну, и вот так. Давайте покажу вам ещё раз вот мои брови, как смотрятся они с пудрой. То, что касается тона, то оттенок, ну, немножко он такой сероватый, на мне получается чуть-чуть как эффект загара, но если я смешиваю с этой сывороткой, в принципе, нормально. Но сыворотки прям капельку. Если кожа нормальная, склонна к сухости, хотите больше сияния, побольше, но лучше с ней, девчонки, прям маленькую капельку для просто освежения лица, деликатного сияния. Но всё-таки лучше всего её смешивать. Пробовала я её и просто сверху вот здесь вот наносить, прихлопывать, и под тональный, но самый лучший вариант это капелька в тональный капнули, размешали, кистью там, спонжем, чем у вас есть, нанесли. Ну и лак у меня сегодня, можете спросить, что за лак, единственное, что у меня лак, не Фаберлик, покупала я розовый шафран в новинках, на мне он полосит, у меня долго стоял, это био, нейл био, лак, это марка, по-моему, поэт, я заказывала на Валберис, и это тоже, вот видите, пять фри, здесь так и указано, то есть без вредных компонентов, но он немножко капризный тоже, такой чуть сероватый оттенок, немножко он такой, минорный, чуть-чуть оттенок, и вот есть мажорный, яркий, красный, такой вот теплый, это тоже холодный, и в прошлом году в один слой как-то немножко он тоже капризничал, постоял у меня, наверное, почти год, я его заказывала в прошлом году, летом, но сейчас вот он уже стал, в один слой нанесла, ну, что-то захотелось, мне как-то, думаю, под общий вот этот образ, вроде бы подходит, но и в румянах, красивый розовый оттенок, но вот этот желтинкой, немножко вот мне бы хотелось розовинки, либо даже, может, пусть даже какой-то синевый чуть-чуть, вот знаете, бывают хайлайтеры такие, у которых есть такие, чуть-чуть как бы голубовато-розовые, вот эти частички, было бы, мне кажется, очень бы красиво смотрелось, конечно, не знаю как, но я где-то я видела, по-моему, или в магните, вот в детской серии, где-то вот были такие хайлайтеры, ну, а так, вот то, что получилось, у меня все вам видео показало, рассказало, пишите свои отзывы, всегда очень рада вашей обратной связи, ссылка для регистрации в компанию всегда есть под моими видео, и девчонки, больше позитива, давайте все негативы оставлять, здесь на канале, мы с вами делимся радостью, позитивом, и отдыхаем, дарим с вами только позитивное, хорошее настроение, всем любви, всем мира, добра, радости, гармонии, всех очень люблю, всех обожаю, пишите ваши комментарии, и да, если что, я есть на Рутуб, и я есть на Яндекс Дзен, то есть получается свой канал, я как бы перефразировала, перенесла туда, если что, заходите, подписывайтесь, всегда вам буду очень рада, ну а теперь до свидания, с вами была Виктория.